Семья Натальи Мадриевской из города Ровеньки, что на Луганщине, готовится к переезду в Польшу. Из-за войны на Донбассе она вместе с мужем и двумя маленькими детьми решила покинуть Украину. Женщина признаётся, сейчас не видит другого выхода. Она просто боится за жизнь детей. У меня польские корни, и с августа месяца я готовилась на карту поляка. Я восстановила документы, которые подтверждают мои польские корни, начала изучение польского языка. И, слава Богу, такую программу создали. Мы приехали в Харьков, чтобы зарегистрироваться. У нас проверили документы, всё было в порядке. И зарегистрировали нас, снесли список этнических поляков, которые могут эвакуироваться. Трудно даже психологически находиться в тех регионах, где очень многие настроены против украинской власти, против украинского народа. И я могу сказать, что против будущего нашей страны. Вероника Лешенко тоже из Луганска. Она узнала о возможности переезда в Польшу в церкви. Коренная полячка, владеет польским, имеет родственников во Вроцлаве. После начала боевых действий Вероника потеряла возможность заниматься адвокатской практикой. Поэтому решила начать всё сначала в другой стране. «Проблема в том, что сейчас нет работы. Вот это самое главное. Самое главное. В остальном, если не касаться ни к чему, вроде бы, замкнуть в своём доме, как в своей ракушке, как говорится, ни с чем не соприкасаешься, ничего не ощущаешь. Но работы нет». Таких, как Наталья и Вероника, в Харьков съехалось 179 человек. Для того, чтобы попасть в список переселенцев, все должны были доказать своё польское происхождение. Дальше они стали участниками программы по переселению. Их эвакуацией занимались дипломаты из Польши. «Поки що программа має тимчасовий характер. Ми готові забезпечити пів року перебування у Польщі. А звичайно все залежить від розвитку ситуації на Донбасі, у Східній Україні. Маємо надію, що цей конфлікт буде закінчений. І тоді люди зможуть вирішити, чи хочуть повернутися до себе в Україну. Для тих, які володіють польською мовою, які мають професію, будемо старатися забезпечити роботу. Для тих людей, які тільки вивчають польську мову, будуть організовані курси, буде організована адаптаційна программа, щоб вони могли знайти для себе місце у нашому суспільстві». Поляки обещають, що гуманітарна миссія продлится полгода і гарантирують беженцям проживання в туристических центрах, а їх дітям – міста в польських школах. Уже завтра, обещають организатори переезда чартерами з Международного аеропорта Харьков, переселенці улетят в Польщу. Наталья Белокудри, Андрей Домово, агентство телевидения Новости.